всем доброго времени суток всем привет у нас сегодня очередная посылка с канала виктор попович жизнь закарпатье это человек у нас строитель строить шикарные дома если кто-то помнит видео который всех это видео которое всех взбудоражило про дом который он построил был был построен дом такой для гальной кухни но виктор попович любит пошутить и он там конечно говорит что такой дом бы подошел бы галиной кухне но все не досмотрят видео до конца и все меня как бы поздравили с домом с моим домом поздравили но я всем всем спасибо говорю дома еще конечно нет в планах но спасибо за то что поздравили меня ну а виктор попович тебе привет спасибо огромное тебе за посылку еще не открывались сейчас мы будем открывать посылочку как и открывать да а вот тут она виктор попович у нас ведет канал свой на канале вы видите какие он шикарные дома строит twitter у нас попович строитель не знаю не знаю что он нам прислал тут обычно мне ребята с кулинарного канала недавно поприсылали кто вино кто копченые колбасы мясо ну а виктор наверно прислал нам кирпичи я не видишь ох ох-ой ой 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 пахнет копченые опять опять ой 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 как пахнет вкусно и я ты не представляешь как это вкусно пахнет А мы копчености будем продавать или раздавать? Вот я не знаю, наверное, так, распродажа у нас. Ой, как пахнет. Подарочки, не отарочки. Вот это пахнет, вот это пахнет, ветчиной, ветчиной пахнет, копченым салом пахнет. Это шикарно, Игорь, вот это пахнет, аромат стоит, шикарно, Игорь. Да я уже вижу. Да, ну и грибочки, грибочки нам, помнишь, он нам уже вторую посылку или третью посылку, уже третью посылку присылает, всегда нам грибы присылал, вино. Если вы помните, я как-то уже показывала его канал вам, вы, наверное, помните Виктора Поповича, и вино мы уже пробовали в тот раз. Этому вину нет конкурса. Я даже уже не удивилась, что тут вино, потому что я уже была в курсе, что он может нам вино присылать, потому что он нам каждый раз, каждый год присылает вино. Шикарное вино. Где он готовит это вино? Да, 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 я вам ссылочку дам на рецепт этого вина, где он готовит вино. Это реально, ну я не знаю. Сколько, сколько, 3 месяца он готовит? 2 месяца он готовит, это вино у него готовится 2 месяца, по-моему, да, по рецепту. Но это вино, это не передай словами, это правда. Так, посылочка пустая, сейчас мы посмотрим, что у нас тут замотано. Колбаса! Ой, сколько колбасы, сколько всего! Яль, куда вы... Это такое ощущение, что ты сейчас говоришь. Ой-ой-ой, какая шикарная. Вот это, да, ммм, вот это колбаса. Сейчас вино откроем, попробуем, да? А ну, посмотрим, что за колбаска. Это вино у нас долго стоять не будет. Сейчас, сейчас мы попробуем, сейчас мы уточним. А колбаска, ой-ой-ой, это краковская, да, походу? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Что? Люди, наверное, думают, что мы здесь бухарики вообще конкретные. Ой, Яль, вообще шикарная. Шикарная. Виктор готов это все сам, своими руками. Ммм, это просто не передать словами. Это просто шикарная колбаска. Сейчас мы с тобой выпьем и закусим. И закуска, и выпивка. Вот такая колбаска, вот шикарная. Просто вот, не передать словами, аромат стоит. Просто чудо. Ой, вообще супер. Сейчас я сальце порежу, и я доставаю бокальчики. Сейчас мы венца нальем. И сейчас будем вспоминать Виктора. Сало с вином вообще заходит. Нет, я хочу, знаешь, что показать в разрезе? Давай, да. Это обычное копченое сало. Самое простое, которое я очень люблю. Отварить яйца, нарезать сальце, да, Игорь? С черным хлебом. Да, 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 да. Это вот такое сальце классное, вот на бутербродик. Вот так вот положить сверху, прям тоненько порезать. Вот так вот. Слушай, ну правда, ребят, как говоришь. Я уже молчу, я уже, знаете, у меня уже шок и не шок. Ой, какая красота. Вот это, Игорь, сало. Вот это шикарно, Сало, Игорь. Вот это да, вот это да. Вот для шуток всегда есть, когда оно посудит. Да, да, да. Ну, представляете, как это все пахнет. Спасибо вам огромное, ребят. Всем, да всем спасибо, кто мне присылает посылки, подарки. Это реально, не передать словами, как это приятно. Не имеет значения, это много, это мало, это что-то. Это от души, понимаете? Это просто, а когда это еще вкусно, но это вообще нету слов. Так, давай, винца попробуем? Да, развивай. Давай, винца попробуем, сейчас мы с тобой. Так, грибочки, грибочки, откроем. Грибочки потом или сейчас? Сейчас, конечно. Да, сейчас прям. Только как я за камер. Они вместе с женой Натальей, да, Грибочки? Да, да, да. Грибочки, это жена Наталья, жена Виктора Поповича делает такие грибочки. Это просто не передать словами, какие-то грибы. Грибы лесные, настоящие. Какие вкусные, я уже не знаю, грибы и вино. Я, наверное, в жизни такое не пробовала, не ела, правда. Взять просто. Вроде бы простые грибы, но какие вкусные. Как он вкусный. Да нет, это они простые, это золотые. Так вот мы кушаем. Давай, винца, винца, винца. Наливать я не умею. Сижу ты боком, наливаешь как пиво. Так. Давай, второй, второй, второй. Сейчас, 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 второй наливай, наливай. Наливай, наливай. Ну, как всегда, я разливаю, наливать не умею. Где? Пью, там и пью. Да, да, да. Ой, красота. Ну, давай, дорогой. Держи. Блин, пьем прямо на камеру. Сейчас, подожди, правая ручка. Я просто хочу попробовать. Виктор Попович, Витя. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо, Виктор. Спасибо тебе большое. Спасибо, правда, за такой шикарный подарок. Ну, вкуснее нету, как сало, грибы, вино, да еще копчерцы такие. Ну, я не знаю, это вкуснее, наверное, нет уже, правильно? Но я хочу всем сказать спасибо за шикарные посылки, подарки, которые вот все от души вот это вот делают. Это так приятно, это словами не передать. Я хочу всем сказать спасибо, пожелать здоровья, успехов. Дай Бог, чтобы вы всегда давали, делились. Это мое пожелание для вас. Всем огромное спасибо. Ссылочку на Виктора Поповича я оставлю под видео. Именно рецепт на это вино оставлю вам. Ну, а я попробую вино. Да. Потрясающе. Вино это то, которое мы пили уже в дворе. Это мы уже третий раз пьем. Ну что, всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!